Это Ансель Адамс. Делает на широкоформатную камеру идеально выверенный снимок. Черно-белый пейзаж, от которого захватывает дух. Этот снимок был отправлен в далекий космос на аппарате Voyager 1 в 1977 году. Встретившаяся когда-нибудь у него на пути внеземная цивилизация, впервые увидит красоту Земли по фотографии Анселя Адамса. Он всю жизнь лазил по горам в американских заповедниках и искал истинное вдохновение. Среди монументальных скал, петляющих в долинах рек, переливов света и одинокой луны в небе, фотограф видел смыслы бытия и символы непреодолимой энергии природы. Бесконечные эксперименты с экспонированием сложных кадров привели Адамса к концепции превизуализации, а впоследствии и знаменитой теории зон. Эти постулаты стали фундаментом для сотен завораживающих снимков и в конечном итоге заставили Адамса раскрыть свои секреты. Впервые фотографировать Адамс начал в 14 лет. Отец подарил ему камеру кодек номер один Брауни и свои первые снимки Ансель Адамс сделал в национальном парке Юсэмити, штат Калифорния. Однако первый снимок, которым Адамс был полностью удовлетворен, был сделан лишь годы спустя. Посмотрите внимательно на эту фотографию. Это очень величественный снимок. Свет исходит будто от облаков и падает на снег пика баннера. Однако одновременно с этим он падает и на камни на переднем плане кадра. В результате получается тропа из света, которая огибает озеро и поднимается к вершине горы. Прошло еще три года, прежде чем Адамс сотворил один из главных своих шедевров. Монолит The Face of Half Dome – первая фотография Адамса, получившая мировую известность. У меня была камера Corona View с двумя объективами и двумя фильтрами. Довольно тяжелый деревянный штатив и 12 стеклянных пластин Raton Pancromatic. В те времена я мог легко подниматься на тысячи футов в горы с тяжелым багажом. Мне было 25 лет и я весил примерно 125 фунтов. Я использовал широкоугольный объектив Tessar Formula с фокусным расстоянием примерно в 8,5 дюймов. Места для установки камеры у меня было немного. Слева от меня находилась пропасть, справа – камни. Единственный способ, которым можно было передать то, как я видел кадр, заключался в использовании темно-красного фильтра Raton номер 29, который уменьшал экспозицию в 16 раз. Я снова все проверил и спустил затвор для 5-секундной экспозиции при диафрагме F22. Эта фотография – моя первая сознательная визуализация. В своем воображении я видел, довольно ясно, конечное изображение, каким оно будет при использовании красного фильтра. Следующим откровением для Адамса стали негативы американского фотографа Пола Стрэнда. Стрэнд снимал такую абстрактную фотографию, играл со светом, с формами, с композицией, что произвел на Анселе просто неизгладимое впечатление. В его порой даже абстрактных снимках Анселе Адамс увидел свет по-новому. И в 27 лет Адамс решает посвятить свою жизнь фотографии окончательно и бесповоротно. Анселе Адамс использовал подход визуализации фотографии. Этот подход заключался в том, чтобы представить в воображении фотографию до того, как спускать затвор. Это и стало основой его зонной теории. Зона теории Анселя Адамса заключается в том, что... Она проще всего описана. Есть такая карикатура, где Ансель изображен со скрижалями в виде Моисея. И текст какого-то подобного содержания, что и дал Бог свет, и разложил его Адамс на 10 ступеней. Карикатура, о которой говорит Макс, опирается на следующее высказывание Адамса. Осветление снимка и его затемнение – это те шаги, которые нужно делать, исправляя ошибки Бога в соотношении яркостей. На проявке Адамс затемнял и осветлял определенные зоны снимка. Вот так, например, выглядел снимок Монолита до обработки локальных экспозон Адамсом. Итак, освещенность любого объекта в кадре соответствует одной из 10 зон, описанных Адамсом. Переход от одной зоны к другой соответствует одной ступени экспозиции, то есть изменению ее в два раза. Адамс заранее определял главные детали снимка и располагал их в зонах в соответствии с собственной визуализацией изображения. Затем Адамс долго и глубоко работал с изображением, доводя определенные зоны до нужной степени яркости. В своей книге «Негатив» Адамс пишет, что зонная система не получила широкого признания в научном сообществе, которое было сосредоточено на техническом прогрессе фотографии. При этом фотограф был убежден, что создание гармоничного изображения не имеет с техническим прогрессом ничего общего. В 1932 году Анс и Адамс совместно с другими фотографами создали знаменитую группу F64. F64 — это крайнее на тот момент значение диафрагмы, позволяющее сделать максимально четкий фокусный кадр. Главным постулатом, манифестом этого объединения был полный отказ от приема в живописи фотографии, потому что фотография становилась новым видом искусства, и это объединение пыталось продвинуть ее к этому пути. Считалось, что это позволит фотографии отдалиться от пикториализма, то есть живописи, где есть некие приукрашательства реальности, где есть какие-то визуальные средства для того, чтобы изменить эту реальность. В группу входила Imogen Cunningham. Американский фотограф и дизайнер исследовала индустриальные мотивы, в том числе и даже работала в жанре стрит. Виллард Ван Дайк. Социальные темы, документальная фотография. Впоследствии полностью перешел на съемку документального кино. Ван Дайк публично отказался от фотографии, заявив, что не хочет соревноваться со своим ближайшим другом Эдвардом Генри Уотсоном. Генри Уотсон также входил в группу F-64. Фотографировал натюрморты, портреты. В 1923 году оставил семью и вместе со своей ассистенткой Тиной Батотти отправился в Мексику. В 1924 году в Мексике прошла их совместная выставка работ. Близкие к F-64 идее высказывал фотограф Пол Стрэнд, который в 1923 году выступил с концепцией прямой фотографии и критикой пикториализма. Великая депрессия подкосила идеологические принципы группы F-64. Семеро фотографов вступили в жаркие споры по поводу общего значения и смысла фотографического искусства. В 1935 году группа прекратила свое существование. В год начала Второй мировой войны в Нью-Мексико Ансель Адамс делает ряд снимков, поднимающиеся над заснеженными вершинами гор Луны. Этот снимок является одной из самых известных работ Анселя Адамса. Мы неспешно ехали по автостраде неподалеку от Испаньолы, когда я посмотрел налево и увидел экстраординарную ситуацию. Неизбежную фотографию. Я чуть не выпрыгнул из движущейся машины и бросился устанавливать камеру 8 на 10 дюймов. Я крикнул попутчикам, чтобы они принесли мне вещи из машины, пока я пытался сменить компоненты составного объектива Кук-Трипл. Ситуация была отчаянной. Низкое солнце заходило за границу облаков на западе, и тень скоро упала бы на белые кресты. Я был в замешательстве, не зная значения освещенности предметов, и, должен признаться, думал о том, чтобы сделать несколько разных экспозиций, когда вдруг понял, что мне известно значение освещенности Луны. 250 фут свеч. Я не имел понятия о том, каким было значение переднего плана, но надеялся, что оно просто попадет в шкалу. Чтобы избежать риска, я указал для этого негатива проявку в водяной ванне. Одним из последних шедевров Адамса стал снимок в парке Йосемити, откуда он и начинал свой творческий путь. Продолжение следует...